Световые столбы являются оптическим эффектом. Они представляют собой яркие вертикальные полосы, которые тянутся от источников света. Их появление можно спутать с искусственным освещением, будто бы включили прожекторы. Эксперты считают, что солнечные столбы образуются от ярких земных источников света, таких как фонари, пары от машин, прожекторы. Они идут снизу от земли вертикально рассеиваются на зависших в воздухе кристаллах, которые образуются из-за холодной погоды. В настоящее время в Татарстане наблюдалось такое достаточно редкое явление, как световые столбы. Необходимо отметить то, что вообще существует три явления, которые в принципе в основе своей имеют одну и ту же причину. Это голов, световые столбы и световые кресты. Все это происходит по той причине, что в атмосфере появляются, ну если говорить простым языком, кристаллы воды. И если эти кристаллы занимают определенную позицию, то и появляется соответствующее явление. Они возникают и над солнцем и под солнцем. Но в основном возникают над солнцем причина та же самая. То есть, как бы замерзшие кристаллы, которые заняли определенное горизонтальное положение. Но я хочу сказать, что возникают в основном эти все явления, то есть связанные со столбами, именно когда солнце или восходит, или заходит. И разумеется, у нас здесь очень редко это явление наблюдается. Образование солнечных столбов происходит в атмосфере Земли, где формируются ледяные кристаллы. При этом дневное светило должно находиться низко. Когда солнечные или лунные лучи света попадают в атмосферу Земли, они сталкиваются с взвешенными в воздухе кристаллами льда. Именно благодаря этому появляются столбы. Зима – самое оптимальное время года для такого явления, так как именно в этот период в атмосфере достаточно низкая температура и небольшое количество влаги, которая является благоприятной средой для образования небесного чуда. Но это явление можно наблюдать и летом, когда на небе появляются перистые облака. Дело в том, что в них тоже могут образовываться ледяные кристаллики, способные отражать свет. Возникают в основном эти все явления, то есть связанные со столбами, именно когда солнце или восходит или заходит. И разумеется, у нас здесь очень редко это явление наблюдается. Так же, как световые кресты, которые возникают, когда отражение происходит и по вертикали, и по горизонтали. Опять-таки, от тех же кристаллов замерзших воды. Ну вот я еще раз повторяю, все это наблюдается в основном в морозную погоду. Так и, в общем-то, представляет интересное зрелище. Но ничего необычного в этом нет. Это штатная ситуация окружающего пространства, которое основывается и на наличии водяного пара в нашей атмосфере, и соответствующим образом на том, что эти кристаллы замерзшие могут занимать определенное положение, и отражением солнечного света вызывать вот эти три интереснейших явления. Особенностью является и то, что цвет солнечных столбов зависит от источника, то есть лучей, которыми он был создан. Если солнце красное, то и столбы красные, а если оранжевое, и они будут оранжевыми. От лучей Луны они, как правило, белые или светло-серые. Но если в России солнечные столбы можно застать не так часто, то есть место, где их можно увидеть в любое время года. Это Ниагарский водопад. Вокруг него образуется туман, в котором как раз и формируются кристаллики льда, отражающие свет от прожекторов и создающие такое уникальное явление.